Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная супруга Арчена. Здравствуйте! В архаичных обществах проблемы сложнее. До сих пор, когда космические корабли уже давно бороздят все, чтобы бороздиться, во многих общинах сложно себе представить, чтобы барышня, например, вышла замуж по собственной воле. Или вообще считается допустимым просто убить женщину, если считается, что она полюбила не того, и тем порочит традиции. Тем дороже, когда женщины находят себя и возможность отстоять свое достоинство и самостоятельность. Репортаж Дарьи Ти... Красавица Арчена ничего тяжелее короны на своей голове не носила. Так, а можно вот про конкурс немножечко сказать? Пожалуйста, на английском или на русском? На русском. На конкурс мы решили поехать год назад. Это было в ноябре 2016 года. Арчена и раньше была победительницей. Она была мисс Южная Индия и мисс Бангалор. И у нее была мечта стать и самой красивой, замужней женщиной в Индии. Ей нравится выступать, ей нравится успех, ей нравится сцена, ей нравятся аплодисменты. И я ее поддержал в этом ради того, чтобы она получила свою радость, свое счастье. И вместе с ней мы поехали на этот конкурс. Сначала, вернее, ее отобрали на этот конкурс в финал. А потом уже... Вот она сейчас вам покажет. Пройдемте. Здесь ее семейный уголок. Я сделал ей специально для Арчены. Когда она приехала домой, вот она это все увидела буквально вчера. Это я подарил ей на день Святого Валентина. Приехала она вот на днях и увидела всю эту красоту. Вот здесь как раз момент запечатлен, когда она стала миссис Индия. Вот очень красивый момент. Здесь Арчена с мамой, с сестрой, с племянником. Здесь с братом. Арчена, ты был удивлен, чтобы видеть все эти вещи, которые Александр сделал для тебя? Да, когда я домой, я чувствовала, как я удивлена. Он выглядит так красиво, потому что я не ожидал, что он сделал для меня. Он сказал, что какая-то удивлена для меня, но я не ожидал этого, потому что это действительно красиво. Потому что она имеет множество памяти, множество эмоций, эмоции на этой walls. Так что сейчас, когда я сюда, я смотрю на них и смею, я смею, это красиво. Это красиво, это красиво. Окей, ты думаешь, что только русские мужчины могут сделать так, для женщины? Ну, если есть любовь... Из моей жизни, я не видел никого, кто делает так. Для меня это очень уникальное. Я действительно не видел никого. Я чувствую, что он очень особенный. И здесь как раз мы подходим к стене любви из России. Вот можем показать. Россия – это большая любовь Арчена, и она мне помогла влюбиться в мою страну заново. Я благодаря Арчене увидел ее и полюбил так, как, может быть, никогда не любил прежде. И здесь вы видите, что Россия тоже распахнулась к нам любовью. Моя новая книга, которую я пишу, она как раз о наших путешествиях по России, о наших чудесных встречах в России, о красоте. Арчену больше всего в России, например, потрясли храмы. Вот храм Василия Блаженного, который мы все проходим, не обращая особого внимания, она, когда увидела, она была настолько заворажена его красотой, что полчаса стояла с открытым ртом и не могла сдвинуться с места. Она говорит, что это самое красивое здание, которое она когда-либо где-либо видела на планете Земля. Оно парящее, летящее, невероятной красоты, какое-то сказочное здание. Здесь мы посещаем один из новгородских древних монастырей, тоже невероятная красота. Вообще монастыри – это любовь и храмы, и церкви, это любовь Арчены в России. Здесь вы видите лавра, сергиево-посадская лавра. Она говорит о том, что та энергетика, которая присутствует в русских храмах, в русских церквях, она не сравнима ни с чем. Это энергия, от которой у нее бегут мурашки по коже, и она ощущает присутствие божественного. Многие едут в Индию для того, чтобы почувствовать здесь это. Но она говорит, что в русских храмах она чувствует это в 100 крат сильнее и глубже, и выше, чем где бы то ни было еще, в том числе и в Индии. Скажите, как вам пришла такая идея в голову? Просто однажды я подумал, вот пустая стена, которая ничего не выражает. А что будет, если массу наших красивых фотографий, которые у нас накопились за годы путешествий, расположить на этой стене, но выбрать из них только самые лучшие, те, на которых мы счастливы, улыбаемся. Смысл этого в том, чтобы, заходя в это пространство, мы сразу же попадали в атмосферу счастья. В красочную, яркую, светлую атмосферу счастья, на которой наши улыбки, наша любовь. И эта комната, она стала для нас магической комнатой. Сначала она была у нас в предыдущем доме, который мы арендовали. Потом мы, когда переехали сюда, я понял, что мы не можем уже жить без этих стен, нам они необходимы. Потому что, заходя сюда, мы сразу попадаем в эту самую атмосферу счастья. И Арчена, она сначала скептически относилась, ну как это фотографии повесить на стену. А потом, когда я уже это увидела и все, когда поняла, как это действует, теперь тоже не мыслит уже по-другому этой комнаты. Получилась комната любви, комната счастья. И всякий, кто заходит сюда, кто попадает в это пространство, он попадает в эту самую ауру любви, ауру счастья. Насколько сложно было это сделать? Вы рассказывали, что это несколько рабочих часов заняло по времени. Да, конечно. Потому что, ну представьте, ближайшие пункты, где можно напечатать фотографии, находятся в соседнем городе, 17 километров. Значит, нужно было ездить в этот город. Потом каждый раз, когда что-то не нравилось, то снова ездить, чтобы там допечатать или перепечатать. А потом нужно было это все заламинировать, потому что я понял по первому же опыту жизни здесь, что климат в Гуа очень влажный, и фотографии очень быстро превращаются в плесень и труху. Поэтому моя идея была в том, чтобы покрыть все это скотчем, прозрачным скотчем. Ну а для того, чтобы покрыть это все пространство ровным прозрачным скотчем, понадобилось в общей сложности несколько дней. Я даже не представлял, что это займет столько времени. Но оно того стоило, потому что это то, что делает нас счастливыми. То, что мы видим каждый день, и то, что каждый день поднимает нам настроение. Здесь я тоже собрал фотографии много, но здесь разные альбомы. Вот один из последних альбомов, вернее, последних в книге «Любови Гуа» посвящен целиком арчении, ее красоте. Здесь она в разных странах, в разных одеждах, в разных образах. Как я сказал, это мой тадж-махал для тебя. И вообще вся эта книга, это посвящение ей и нашей любви. Это очень вкусно. Добавляйте. Божественно. Мы настолько одинаково чувствуем и понимаем мир, мы так схоже относимся к вопросам о смысле жизни, о цели жизни, о том, как устроен этот мир, что мы как будто… Я начинаю говорить, она заканчивает, или она начинает говорить, я заканчиваю. То есть мы как будто поем одну песню. У нас вообще не оказалось никаких противоречий, связанных со взглядом на мир. Это, наверное, и есть базовое в отношениях, когда люди смотрят в одном направлении и понимают мир схожий. А как мир реагировал на ваш конкретный? Что касается вашей семьи, вашей семьи? Я не помню в семье. Я оставила семье, когда я был 17 лет, потому что я хотела быть свободным. Я просто не могла быть свободным. Я чувствую, что я был свободным. И для меня, чтобы быть с ним в начале, это было очень трудно. Потому что я была создана в Индии, и моя программа, все было Индии. И это было очень трудно. И это было 4 лет. Для меня это было большим трансформацией. Для меня это было более глубоко. Только потому что мы были любовь, я могла улучшить много трудностей и развить себя лучше. Для меня это было более, для понимания его и его культуры, о русских людей. Так что это было вообще разве. И я очень любила его. И это было не так легко. Но я могу объяснить это в деталях. То, о чем она говорит, я могу конкретизировать. Потому что немножко непонятно, что значит разные ментальности, что значит индийская ментальность, и что значит русская ментальность, и в чем они не сходятся, и в чем они сходятся. Тут надо пояснить. Во-первых, начнем с семьи, с традиций. Арчена она из рода браминов, то есть из высшей индийской касты священнослужителей. Ее предки на протяжении тысячелетий исполняли различные ритуалы. Но это в древности. В современном мире большинство браминов ведет нормальную жизнь. В частности, отец ее занимался коммерцией. И при этом, при всем, все мантры, все необходимые службы он исполнял. То есть человек вставал в три часа ночи и начинал богослужения, которые шли у него до семи утра, каждый день. И она с детских лет была к этому приучена. То есть сколько она себя помнит, там с трех-четырех лет ее пробуждали очень рано. В четыре часа был подъем, далее душ, обмовение, и всевозможные службы богам и так далее. То есть она воспитывалась в очень ортодоксальной индийской среде. Но уже в современную эпоху, потому что она уже росла тогда, когда была музыка транс, хип-хоп, R&B и так далее, когда уже появились клубы. И она заканчивала английский колледж, поэтому у нее были друзья многие из других стран. Она встречалась с ними, видела уже другую культуру, другой мир. Она уже видела MTV, она уже видела фильмы «Титаник». Она понимала, что есть другой мир, совсем не индийский, и ей не было скучно в индийской традиции. Очень-очень скучно. Она всегда хотела другой жизни, другого отношения. Например, в индийском обществе положение женщины бесправное. Абсолютно. И девочек учат с детства только исполнять волю мужчин. Тогда как Арчена, она была девушкой современной всегда, и у нее была своя воля, свои интересы в жизни. И она требовала от мужчин уважения к себе, равенства. Это то, чего индийское общество не могло бы дать Арчене. Именно равенство. И то, что индийские мужчины не дают своим женщинам. Она же хотела почитания такого, как получала героиня в фильме «Титаник» от Леонардо Ди Каприо. Она хотела такого. И она это нашла в лице русского мужчины. Чем-то не похожи. Чем-то безусловно мы похожи, поэтому мы вместе. «Невероятная история миссис Индия Хуа». Кстати, мы про это не поговорили, да? Да, это про это не поговорили, да. «Невероятная история миссис Индия Хуа» Это книга, которая полностью посвящена Арчене, о ее очень яркой необычной судьбе. И в этой же книге я собрал очень много всего интересного о Хуа и о людьми. Причем об эпохе Хуа, той самой эпохе, когда еще был транс, это была транс, и Арчена была именно тогда звездой той эпохи. Это было 10 лет назад, 2006, 2007. В общем, у нее была очень яркая и насыщенная жизнь и много всего интересного в Хуа и вынии. И в этой книге я попытался собрать все, что она мне рассказывала. И надеюсь, это получилась интересная история и сочетание массы полезной и интересной информации о Гуае и вынии. Насколько там было всего в третий недель? В финале. Вы можете объяснить, сколько было контактов в этом контакте? 40. 40 контактов. Где это было? Как это было? Это было в Нью-Дели, в capital Индии. Это было красивое испытание, потому что миссис контакты это отличное от этого контакта. Мы помогли друг другу. Это было много весело, мы были фотографии, мы были много семинаров, мы были много больших хастелл. Это было красивое испытание. На моих глазах выросла настоящая королева, настоящая Махарани. Как тогда ее назвали? Меня тогда назвали Махараджи, а ее назвали Махарани, потому что Махарани это жена Махараджи. Но тогда она выглядела как девчонка с танцевального памяти. Однако натура у нее уже тогда была Махарани. И вот эта вот натура она свое взяла. Она постепенно росла, становилась все красивее, все прекрасней. Мое большое желание. Она любит сцену, она любит выступления. Ей нравится это все. Она этим живет, дышит. И поэтому мы решили, что пришла пора ей выступить на всеиндийском конкурсе вместе с Индией. Это была моя первая вещь, которую я писала на пище. Люблю тебя. Моя первая русская, которую я писала на пище. Мне нужно показать. Ну а как вот эти первые лет совметы? Сейчас мы вместе уже девятый год, а это мы делали этот альбом, когда мы были вместе только еще три года. Угу. 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 Ну, да. Угу. 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 Вот таким я был, когда ее встретил. Это как раз тот день, когда я написал на пляже. Боже, пошли мне прекрасную девушку для счастливой любви. Это в нашем первом межсезонье после Гоа, где мы в Непале путешествуем. Мы объехали с ней практически все Гималайи. Это виднеется за моей спиной Анапурна, 8100 метров. Это храм. Это дерево в местечке Лумбини, под ним получил просветление Будга. Вот я просветляю, сижу. Этому дереву 3000 лет, а вот Арчена там же сидит. А это вот Манали, где мы собирали такие прекрасные грибы. На лисички похожи. Более полтора месяца мы жили в Дарамсале и там выбирали радиокамни, кристаллы, это вот аметист, природный, мощный такой. Аметист. Аметист. Это аметист. На лисичке товаров к Новому году. В архаичных обществах проблемы сложнее. До сих пор, когда космические корабли уже давно бороздят все, чтобы раздиться, во многих общинах сложно себе представить, чтобы барышня, например, вышла замуж по собственной воле. Или вообще считается допустимым просто убить женщину, если считается, что она полюбила не того, и тем порочат традиции. Тем дороже, когда женщины находят себя и возможность отстоять свое достоинство и самостоятельность. Репортаж Дарьи Тим. Красавица Арчена ничего тяжелее короны на своей голове не носила. Награда весом в килограмм досталась за победу в конкурсе «Миссис Индия-2016». Впервые звание самой красивой замужней индианки получила жена иностранца, русского писателя Александра по прозвищу Махараджа. Она родилась в семье Браминов-богослужителей. В 15 лет родители выбрали ей мужа. Все изменил фильм «Титаник». Девушка посмотрела любовную драму и убежала из дома на поиски своего Ди Каприо. Я не принадлежу к традиционному индийскому обществу. В 17 лет я оставила семью, вырвалась на свободу. Я всегда считала себя вольной птицей. Но встреча с моим будущим мужем показала, индийская ментальность сидит во мне очень крепко. Мне понадобилось 4 года, чтобы преодолеть себя и принять европейский стиль отношений мужчины и женщины. Эта нелегкая трансформация моего сознания была бы невозможна без любви. На этих фото красивая история любви Арчена и Александра. Они встретились в штате Гоа 8 лет назад. Оформление свидетельства о браке заняло почти 2 года. Для индианки выйти замуж по любви, без согласия родителей, да еще и за иностранца невероятно сложно. Арчена, она для Индии такая, Жанна Дарк. Она революционерка, она боец. Ее родственники рекомендовали отцу. Один там рекомендовал ее просто убить. Другой говорил, что неплохо бы ее скрутить, отвезти в деревню и женить на каком-нибудь олухе из браминского рода. Мы поздравляем дам, пусть и с опозданием. Ну, такое у нас расписание с 8 марта. Только рядом с вами мы можем почувствовать себя настоящими махараджами. Это было Международное обозрение. Я Евгений Примаков. Всего вам доброго и удачи. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. И добро пожаловать на наше следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok